прикольно да саму себя смотреть смотрю ваще чё я вам выложила твой хочу со мной не мартюша под столом лежит часом покажу артист видали с мама рядышком типа типа с мамой рядом еще раз привет ульки девчульки наверное сейчас поем и выйду к вам в прямой эфир а потом выложу это видео вот поясница не могу смотрите какая вкусняшка с жижицей сейчас до перца дотянусь ой дотянулась это видите у меня никто не ест с перцем иринка пишет я чё первая все голодные на предыдущем видео девчат я все вижу мои хорошие все читаю но смотрю с другого канала поэтому не ставлю вам сердечки но все вижу вот сейчас натуль тренина пишет теперь ждем когда огород вырастет аха теперь буду приходите говорить фу устала с огорода пришла переполола так наталья старчева или старчова наталь как правильно привиту ли любаш хорошо что взяла чек я тоже поехала бы в магазин и устроил бы скандал за котлеты девчуля я поеду завтра 306 рублей на дороге не валяются это хорошо что они чуть-чуть оттаяли то есть я купила их во сколько он короче я купила их ты чё залез весь под стол и сел привезла домой дочь и говорю не убирай ничего в холодильник я приду мясо буду мыть а котлеты группа жарить пригожу она котлеты не нажарила я крутучка котлеты не пожарила мама не мне говорит не понравились на запах я думала она поэта самая прикалывается кручу она на запах не понравились там тем более мартюш не лежи мне лапу ногу руку я ногу вытянула сидит же под столом да да болит у меня пальчик не надо нюхать под столом сидит девчат как в домике артист вот начала вам показывать сначала понюхала вроде нормально говорю я же вам сказал что у меня сегодня с обонянием да совсем на свете все что-то не так пахнет сало нормальная всем 1 мне пахнет мылом каким-то я подумала может и с котлетами также муж приехал они еще чуть-чуть подтаяли говорит да с душком если не забуду включу камеру когда пойду в магазин завтра ждите сенсационное видео сметанки чуть-чуть добавлю еще девочка работала знакомая которая меня знает что спросила дай мне хорошие котлеты дала завтра скажу возьми их себе домой и накорми своих детей пипец память кончилась забыла по удалять там все видео теперь придется складывать вот поэтому буду ругаться ни хера себе уже было один раз там но я не могла подумать что эта девочка мне подсунет тухлятину правда привет мясо по-французски под низ картошка а сверху еще хорошо грибы положить обжарить ням-ням я подумаю не наоборот картошку на мясо ложу танюш бабина добрый вечер любаш будем ждать огород пусть все пусть все будет хорошо будет будет куда денется семян много осталось поэтому завтра выложу это видео на мирок орхидей и это хлеб кто-то укладывал по пакетам с руками кремом уже другой порезала хлеб вообще в пищевых этих организациях запретить надо все крема и все на свете оно и запрещено наверно работают какие-то типа про фурфетки интеллигентные и мажут свои лапы каждую минуту кремами блин да мясо вкусно у меня когда такое начинается меня прям бесит у меня такое было лаврушку съела когда вторым сыном беременно ходила у меня вся колбаса пахла духами девчата вся это жесть было невыносимо причем какую бы колбасу не взяла она пахла духами я думала я не дохожу эти девять месяцев не было ни с первым ни с сыночкой ни с дочей ничего такого а вот с пятюнькой со средним да ммм вкусно девчат ребрышки дали какая культурная девчатки спасибо вам всем за советы я все прочитала у меня телефон целый день занят он все что-то снимает у меня целый день поэтому я все никак вам не отвечу но я все видела все ваши рекомендации еще раз повторюсь натулька тренина написала что ей в магазине продавец сказала что раньше марта сажать помидоры нельзя дома так как световой день маленький натуль я сажаю у меня подсветка это во первых во вторых мы в другом полюсе живем это у вас там на севере долго светло не бывает и летом темно или как там в общем у вас всегда ночь наверное поэтому так тебе и сказала продавец а у меня под лампами будут стоять пальчик болит терка фигакнула баночка маленькая какая-то была сметана быстро закончилась да любаша никогда не бери эти полуфабрик неизвестно что они там накручивают но сильно не огорчайся просто будет наука а дочь молодец что вынюхала а то не дай бог могли бы отравиться не берите их никогда вот салом не отравитесь рад мир ник написан рад мир если я правильно прочитала мои хорошие не буду девчата ребята увезу завтра рассольчик из под капустки во первых у них вид какой-то на эти темный вот как будто черный фарш был ну то есть уже прям вот заветренный такой и правда где все все что все натощак спать легли так блин еще никто не поел я что только готовила в том видео я что сейчас ем там меня жизнь учит учит бьет по башке мне бьет а я все равно беру эти полуфабрикаты правильно вы пишете не бери готовь сама вы совершенно правы все кто это пишет но наши вот это вот нехватка вечного времени на все заставляет нас покупать эти долбаные полуфабрикаты больше не буду настолько мясо набрала мясорубка стоит в коробке электрическая хорошая да уж крайний случай можно и без котлета боитесь мясо пожарить подливку сделать не знаю что деньги завтра на разоберу у них не ходила очень давно в этот магазин начала говорить так не договорила потому что последний раз когда было спрашиваю мясо свежая лежит вот она на витрине его видно что она как будто бы подветренная да 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 это она открытое просто вот так заветрилось она мне его в один пакет во второй пакет ложит завязывает один пакет второй пакет взвешивает я говорю вы не завязать я понюхаю чего его нюхать мясо как мясо там другая была я взяла так порвала пакет заберите его ешьте сами а прям тухлятиной воняла представляете я перестала туда ходить очень долго не ходила сегодня гриблин пойду зайду там размороженное всегда мясо возьму сразу его разделу и говорю уже сколько время то прошло все поменялось может когда изначально этот подворье открылся у нас очень хороший был магазин а потом а потом окна везде просто неужели не боятся что кого-нибудь отравят он и рынка пишет опять я бы отнесла обратно в магазин пускай 300 но чтоб вернули а я отнесу девчат отнесу и вас с собой возьму еще простите что ковыряюсь мясо застряло мы тебя не ругаем а завидуем скоро у тебя все зазеленеет а у нас нет еще на балконе скоро солнце будет так что все получится я унесу девчатки завтра и прям вот не забуду сто процентов про камеру про вас и сниму посмотрим как они отреагируют мне похеру как они отреагируют я устрою скандал скажут что ты вчера купила сегодня несешь сама их протушила каким образом хорошие котлеты за сутки не испортятся тем более они были замороженные что неправильно хорошие котлеты если они хорошо сделаны они за сутки не испортятся извините меня я что я могла их вообще не есть сегодня я их могла убрать в морозильник и приготовить через неделю вот так то это дочь просто захотела вот хорошо котлетки говорит мам я пожарю а они тухлые оказались прям зла не хватает сволочь ладно мои хорошие хватит трескать это видео вы уже увидите после эфира потому что его надо складывать а это значит я не выйду к вам прямой эфир поэтому наверное это видео я открою вам завтра утром я думаю так будет нормально чего уж сегодня его смотреть все мои хорошие всем пока пока для вас доброе утро прекрасного завтрака и обеда я его загружу утром вы его посмотрите сегодня уже поздно будет его открывать все равно вы уже спать все лягите вот